Дорогие друзья, Конгрессный выставочный центр Сокольники, Парк Сокольники, приветствует вас на 17-й международной специализированной комной выставке Эквирос, которая в этом году с новой силой и с новыми эмоциями проходит у нас, у нас, в Сокольниках. В этом году для всех наших гостей, для всех наших участников, партнеров, организаторы подготовили насыщенную, интересную и увлекательную программу. На стендах выставки каждый конник, каждый профессионал и каждый любитель может найти то, без чего он не представляет своей конной жизнью. Мы рады видеть всех, каждого из вас на этих трибунах, на нашей площадке и надеемся, что с каждым посещением Эквироса ваш лихоз к лошадям будет только расти. Сегодня мы открываем Эквирос, и традиционно на Эквиросе присутствуют наши партнеры, наши друзья, те, с кем мы делаем нашу выставку, и те, кто развивает конно-спорт в России. Я хотел бы представить наших гостей и предоставить им вступительное слово. Наш давний партнер, человек, который является одним из столков коневодческой отрасли России, это Алма Михайловна Казунова. Она является лице-президентом некоммерческого партнера, посадочного общества, естественного коневодства, человек, который, по большому счету, на сегодня двигает конный спорт. Один из этих людей. Алма Михайловна, доставляю вам слово. Дорогие друзья, вот хочу вам сказать, так создаются традиции. Потому что, наверное, я не знаю, я одна, или еще кто-нибудь был на первом Эквиросе. И тоже Сокольник. И так же начиналось. И как приятно видеть, что это стало замечательной традицией в конной жизни России. Ну, просто можно быть благодарна этому партнеру, этой Сокольникам, всем, кто здесь работает, трудится и забывает нашего конного дела. И каждый раз, особенно сейчас рада, мы видим старых, новых друзей, прям детали здесь. Мы видим очень много хорошего. Мы надеемся, что для нашего общего конного дела это приставка будет дальше развиваться, собирать нас все. И мы можем увидеть здесь самых важных госадей, самых лучших людей. Давайте проведем эти четыре дня для славы конного дела. Слово предоставляется нашему почетному гостю, народному артисту России Евгению Аркадьевичу Горчакову. Слово сказать, Евгений Аркадьевич Горчаков является одним исполнителем в роли холстомера и по рассказу Чехова. Евгений Аркадьевич, вам слово. Привет, друзья! Это правда, в моей жизни много было ролей, и одна из них – это конь холстомер, это потрясающий рассказ, может быть, кто-то не читал его. Это глубокое произведение, это повествование жизни коня по имени холстомер, о жизни, о его жизни, о том, как он родился, как он жил с людьми. Это такое непростое произведение. Я советую вам всем почитать, потому что вы любите именно лошадей и так далее. Мне сегодня приятно здесь находиться, потому что я действительно 10 лет играл вот этого, я не боюсь этого слова, персонажа. И сегодняшняя выставка «Ироз» международная, 17-я, совместно с фондом «Я люблю тебя, Россия». И давайте пожелаем всем, кто это придумал, пожелаем нашим лошадям большого успеха, большой жизни. Пожелаем в себе и пожелаем в стране, которая дает нам возможность сегодня вот так собираться, потому что лошадь – это что-то особенное. Наверное, что после человека – это первое, кого можно любить просто так, что называется, глядя в глаза. Потому что глаза человека – это лошади, говорят о многом. Я желаю всем, я сегодня здесь присутствую, этой выставке, успеха, любите коней, лошадей и любите Россию! Евгений Аркадьевич Горчаков. Слово предоставляется исполняющему обезду председателя комитета ветеринарии города Москвы Савукину Алексей Викторович. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, участие в выставке. Я от себя лично и от коллектива Государственной ветеринарной службы поздравляю вас с открытым 17-й международной консульной выставки «Эльбирос». Я рад, что наша встреча в очередной раз проходит в столице. Для Москвы это одно из самых знаковых и зрелищных событий с участием животных. На выставку стремятся попасть не только профессионалы и любители лошадей, но и многие горожане, которые хотят познакомить своих детей с удивительным и добрым белым лошадей. Комитет ветеринарии много лет сотрудничает с конским ветеринарным объединением, которое является организатором знаковых и коневодческих отраслей мероприятий. Респективы возрождения традиционной для России коневодческой отрасли бесспорны, о чем свидетельствует популярность и массовость конных соревнований Желаю всем коллегам, участникам и гостям выставки крепкого здоровья и благополучия, новых творческих успехов в возрождении коневодской России, укреплении и дальнейшем развитии медицины для лошадей. Спасибо. И теперь мы приглашаем наших уважаемых гостей приступить к церемонии открытия выставки. КОНЕЦ Дорогие друзья, но это еще не все. В этом году произошло достаточно серьезное событие в конном спорте в Российской Федерации. За достаточно большой промежуток времени, который, скажем так, проходит, сопровождает развитие конного спорта, впервые молодежная команда России по выездке добилась достаточно высоких результатов. Впервые в этом году молодежная команда сборной России завоевала призовое место. Это второе место. Результат необыкновенный, результат достойный внимания зрителей, внимания профессионалов, внимания любителей. Результат, который дает нам новые надежды, новые стимулы к дальнейшему развитию. Мы хотели бы отметить призеров чемпионата Европы, тренеров, которые готовили наших призеров, и вручить им подарки от выставки «Кирос» и от наших партнеров магазина «Прокони», компания «Прокони», которая занимается профессиональной амуницией и составляет широкий ассортимент товаров для конников. Награждается «Гусейного Анна» за второе место на первенстве Европы в Кумбинске. Награждается «Жогина-Барвара» за второе место на первенстве Европы в Кумбинске. Награждается «Дубровина Екатерина» за второе место на чемпионате Европы в Кумбинске. Награждается «Дубровина Екатерина» за второе место на первенстве Европы в Кумбинске. И мы хотели бы отметить наших тренеров, чей вклад в данный результат является основополагающим. Без работы тренера нет «Прокет» и нет «Результатов». Отрадно отметить, что эти спортсмены, эти выдающиеся личности достаточно долгое время работают с нами, взаимодействуют с «Киросом» и, в принципе, не створяются в работе успехов, которых добилась Россия за последние годы. Награждается старший тренер сборной молодежной команды России по выездке Ольга Олеговна Соболева. Награждается наш данный партнер «Дубровина Екатерина» за второе место на первенстве Европы в Киросе в последние годы. Это Карелова Александра Юрьевна. Мы ее поздравляем с таким выдающимся результатом, желаем дальнейших побед и надеемся, что она будет приходить на нашу выставку как партнер, как гости для своих мастер-классов. Александр Юрьевна, поздравляем вас. Дорогие друзья, на этом выставка уже открылась. Мы ждем вас на наших конных мероприятиях, семинарах, мастер-классах, ждем вас на ярмарке конной амуниции. Желаем вам приятных эмоций, хороших впечатлений и максимально всегда оставаться в позитивном настроении после нас и заниматься полноспортом. Благодарим за присутствие. Желаем всего самого наилучшего.